МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так, я готова. Я выхожу. Погнали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А сейчас минутка паузы. Рекомендую вам подписаться на классного, харизматичного и очень юного блогера-кондитера Ивана. Иван вместе со своей мамой ведет канал, где они публикуют рецепты различных десертов. Также сейчас у них проводится конкурс в честь 8 марта. Если вы хотите поучаствовать в нем и получить сладкий подарок, подписывайтесь на канал Ванни, приходите по ссылочке в описании, ставьте лайки и участвуйте в конкурсе. Итак, всем огромный привет, мои дорогие! Извините меня за скомканное такое какое-то сумбурное начало видео, потому что было вообще не до этого. Но раз была часть 1, значит, надо было и вторую часть записать своего пути. В общем, как-то так, да. Хотелось все-таки сохранить материал и сделать хоть какой-то контент. Я уже дома, как вы видите. Сразу после возвращения домой у меня не было сил записать видео, поэтому записываю сейчас и попутно уже готовлюсь к следующей поездке. Я вернулась как раз перед выходными, то есть видео, которое вышло, оно вышло с опозданием, естественно, потому что мне надо было просто поспать для начала, а уже утром я начала отмонтировать и публиковать. В общем, так. Рассказываю, как все прошло. Ездила я в поликлинику, в клинику. Ну, короче, это все находится в обычной поликлинике. Мне нужно было получить сертификат здоровья или как-то медицинское освидетельствование. Ну, как-то так это называется. В общем, это необходимый документ для посольства. Слава богу, с 8 января отменили справки об отсутствии ковида. Хотя бы это не нужно делать. Хотя бы на этом можно сэкономить, потому что, ну, вышло очень дорого, честно говоря. Рассказываю с самого начала, как все начиналось. Несите какие-то закуски, готовьте чай, история будет долгая. Конечно, состояние такое достаточно напряженное было, потому что, ну, как-то мы живем в обычном ритме, и ежедневно мы выполняем привычные для нас обязанности, а это сразу вот все новое, да, то есть полностью погружаешься в новую атмосферу, в новую ситуацию. У тебя сразу много каких-то новых задач, которые нужно в кратчайший период, в общем-то, все выполнить. Доехала я до вокзала, приехала я рано, за 21 минуту, кажется, до отправления поезда. Здание вокзала было закрыто, ну, или мне так показалось. Короче, была красная лента, висела. Ну, сейчас типа коронавирус, чтобы люди не толпились, не знаю. Короче, все бежали на платформу, и я тоже побежала на платформу, я не знаю, вместе со всеми. Это самый такой верный выход, когда ты приехал в аэропорт или на вокзал, и не знаешь, куда идти, иди просто куда-нибудь вместе с потоком. И смотрю на платформе, в общем, на путях уже стоит какой-то поезд, и не знаю, это мой поезд, не мой поезд, вроде до отправления еще много времени, вокзал закрыт, ничего не слышно, ничего особо не объявляют. Я подошла, спросила, да, поезд оказался мой, вот так рано он прибыл. В общем, я успокоилась, села, зашла, все было классно, комфортно, современный большой двухэтажный поезд, уровень комфорта, как в самолете, вот. И при этом достаточно бюджетная цена на поездку. Первый раз я отдала чуть больше тысячи, тысяча сто, кажется, и второй раз под тысячу, там, девятьсот с копейками. Ну, в общем, в пределах тысячи рублей стоит билет на такой современный, быстрый, классный поезд. Я не помню, в каком году запустили его из Воронежа в Москву. Он едет с остановками, мы приезжали Тамбовскую область, Рязанскую область, ну, где-то там он останавливался. Я не запомнила всех остановок, потому что я там в своих облаках летала, в своих думках, поэтому я не запомнила все места, где поезд останавливался. Остановка четыре или пять минут, кажется так. В общем, все классно, все было удобно, поездка прошла легко, и я даже, несмотря на позднее время прибытия, ближе к двенадцати ночи, все равно силы еще были, да, уже конец дня, казалось бы, но силы даже после поездки все-таки были. Настроение было хорошее, меня встретила Юля, и, в общем, ну, было классное настроение, она мне очень понравилась, я ей тоже, кажется, очень понравилась, ну, в общем, мы сразу как-то сошлись, сошлись, и нам было, короче, весело, прикольно и хорошо. Вот. Мы практически не спали, ну, потому что уже и так была ночь поздняя, пока добрались до дома, пока поели, уже время прошло какое-то, плюс поболтать очень хотелось, поболтали, и мы уже туда ближе к утру пытались как-то улечься спать, и в итоге не очень-то получилось. Но Юля не спала, она сказала, что не спала, я подремала, наверное, около двух часов, и всё, с утра мы собрались и помчались в эту поликлинику. Вот. Назначено было мне на 9 утра, и нужно было чётко прибыть там к 9 утра, и всё такое. Сейчас всё везде по записи, опять-таки, понятно, по каким причинам. У нас же пендемия, и везде предварительная запись. Хотя по итогу всё равно все толстятся в одной там маленькой конуре, и какой смысл, да? Эта запись нужна была для того, чтобы исключить вот эту живую очередь, столпотворение людей, но по итогу всё равно это живая очередь, и там в конечном итоге все сидели там в какой-то маленькой коморочке, сбившись в кучу, и дышали там друг на друга. Поэтому, ну, так себе меры, конечно. Просто вся вот эта вот предварительная запись, конечно же, усложняет жизнь. Если бы было всё проще, я бы в один день посетила и поликлинику, и посольство. Вот так вот. В общем, мы не опоздали, мы прибыли заранее, за мной обещали выйти, никто не вышел. Ну, короче, выходил какой-то мужик, и он совершенно не обращал на нас внимания. Ну, и мы не знали, мало ли там какие-то там ходят врачи, что мы все... Мы ничего не знаем. И он на нас внимания не обращал, я стала звонить, спрашивать, говорю, как же так, я пришла, вы общались за мной, выйти и провести куда там надо, ну, потому что там вообще можно заблудиться. Просто какой-то лабиринт, а не поликлиника. Вот. И она сказала, ну, выходил, девушка сказала, что кто-то выходил, выходил уже за вами, просто вас нет. Я говорю, ну, как же нас нет, вы здесь. И потом, когда в конечном итоге мы нашлись, я поняла, какой это был человек, мне было очень смешно, потому что он действительно выходил, и мы ждали в маленьком вестибюле, но он не обратил на нас вообще никакого внимания, он даже ходил и выглядывал за дверь, не сидит ли там кто-то на улице, на лавочке, но полностью не обращал внимания на нас, я не знаю, почему, может быть, мы такие неприметные, вестибюльчик маленький, как раз мы сидели напротив деревьев, ну, короче, полный игнор, не знаю, может быть, он думал, что просто кто-то забыл своих детей в предбаннике, в общем, вестибюль в этом, не знаю, что он думал, но был полный игнор, но потом мы, наконец-то, где-то спустя полчаса или сорок минут всё-таки пересеклись, всё-таки я добилась своей цели, и он пришёл, я пошла туда, куда надо меня, куда меня послали, стала там уже сидеть, пришёл этот мужчина, забрал меня и повёл, значит, по лабиринтам этой поликлиники, по разным кабинетам, прошла я кабинет, наверное, пять, сначала какие-то формальности, заполнение анкет, оплата, отдала я больше 8800, 8800, что ли, или что-то типа того, за вот это вот всё, за снимок грудной клетки и какую-то там минимальную характеристику моего здоровья меня взвешивали, мне измеряли давление и измеряли мой рост, в принципе, и сделали снимок грудной клетки, вот и всё, так сказать, медицинское освидетельствование, которое потянуло вот такую нехиленькую сумму. Дали зайти такую ленточку, на ленточке было расписано, расписаны кабинеты, в которые я должна обратиться, и как только заполнила анкеты, всё оформила, оформили мне, оплатили мне, дали бумажку и послали меня, значит, по поликлинике бегать с этажа на этаж, там, второй, шестой, из кабинета в кабинет, посидите там, подождите там, сидите, подождите, ну, в общем, возле каждого кабинета я посидела, подождала, всё сделала, всё прошла, ну, и потом уже осталось ждать результаты, когда, ну, и всё, вот это вот, как бы сертификат здоровья оформят и отдадут. Вот. Я, по-моему, так не потела никогда, никогда я так не потела, как в этот раз, я просто была вся взмыленная от этой всей беготни, и, ну, короче, за такие бабки сервис, конечно, крайне-крайне низкий. Зачем всё вот так вот разбросано, я не понимаю. В общем, это было тяжко, это было тяжко. Погода, что, кстати, погоды, Москва не встретила меня приветливо, погода была просто отвратительная, и, ну, и Воронеж, кстати, не самая лучшая эта погода была, у нас тут даже в соцсетях я видела картиночку, тут у нас одну улицу в моём районе затопило, в общем, снег начал таять и затопило улицу. Ну, и в Москве была примерно такая же картина, где-то были сугробы, уже такие подкиши, раскиши, во дворах, особенно их много, с такими, в перемешку с грязью и какашками милых собачулик ваших, вот. Нет, у нас пока вот этой культуры убрать за собачкой, за своей, вот. Поэтому говнишки, вот эти сугробщики, где-то стояла вода, под водой были бугорки льда, которые прилипли к асфальту, жуткая была течь с крыш, то есть с крыш льло так, как будто бы дождь на улице идёт, вот. И по обочинам дорог тоже было всё влажно, и когда проносились машины, они обрызгивали людей грязью. Вот такая была ситуация. Перемещаться было сложно, и мы метались, так лавировали между вот этой вот водой, которая вроде течёт с крыши, и рядом с домом нельзя идти, но рядом с проезжей частью тоже нельзя идти, потому что тебе машина грязью обрызгает. И, короче, вот так вот какими-то зигзагами мы перемещались по улицам. Слава Богу, не навернулись, не упали, ну, практически, практически. Юля всё-таки упала и испачкалась прямо около дома у своего. Вот такая неприятность получилась на финишной черте, то есть держалась, держалась, и на финишной черте прям хоп, и в грязь. Ну, вот так. Но в целом обошлось без каких-либо травм, хотя погода, ну, просто на меня произвела убийственное впечатление, и само, знаете, впечатление немножко удручающее, потому что, ну, знаете, у нас у провинциалов есть такой стереотип, что все бабки, типа, они в столице. То есть это, нам не хватает финансирования, на нас экономят, а жируют в столице, в столице жируют там все бабки. И как же досадно приехать в столицу и понять, что там-то чего-то типа тоже как бы не видно, где эти бабки, куда это вкладывается, да, такая коммунальная катастрофа, нечищены, крыши нечищены, видимо, достаточно давно, если с них льет просто, ну, фонтаны как будто бы бьют с крыш, понимаете? То есть столько воды, что она летит с ускорением оттуда. Вот. Все в такой достаточно запущенности, даже в центре города, вот в центре города мне особенно запомнилось, что особенно сильно лило с крыш, вот. Это просто, конечно, было удручающее зрелище. До этого я была, кажется, в Москве в 2014-м, и тогда было как-то повеселее немножечко, немножко другой контингент был. сейчас это полностью не столица России, это столица рабочих мигрантов. Вот что, это столица рабочих мигрантов. Множество вот этих нерусских лиц. ничего не имею против этого, да, если город вмещает себя столько людей, если город такой ненасытный, ему нужно много рабочей силы, он может обеспечить работой многих, то нет ничего такого странного, что люди туда едут, это совершенно нормально. Вообще, я никогда не осуждала, несмотря на то, что я такая закоренелая провинциалка, я никогда не осуждала тех, кто стремился в столицу, мне всегда казалось, да, они правильно делают, они едут за более высоким уровнем жизни, мне так казалось. Но по итогу, да, вот как-то картина немного удручающая, более того, мне показалось, что ну, какое-то отношение достаточно, наверное, потребительское к этому городу, многих тех людей, которые в нем живут, это не их город, они его, ну, в общем-то, не все принимают, не все любят, и у многих действительно потребительское отношение, когда это длится какой-то небольшой период, ну, относительно в масштабах истории, то, видимо, еще более-менее, когда это длится уже так долго, в Москве это длится так долго, то приходит все в какое-то вот, ну, видно, что многие хотят там заработать, заработать там, чтобы хорошо жить потом где-то в другом месте, да, и поток, который в пятницу там уезжал из города в другие города, об этом очень ярко как бы говорит, да, то есть люди хотят там зарабатывать, потому что есть хорошие возможности для зарабатывания, но никто особо не стремится, многие не стремятся там жить, потому что, ну, зачем, да, есть какие-то красивые места, как и в любой столице мира, есть места, которые являются визитной карточкой города, да, это все привлекательно, это все красиво, а в остальном задворки не отличаются от любых других провинциальных задворок, все абсолютно так же, вот, ну, немножко тяжелое какое-то, именно от города осталось впечатление, почему-то, то есть какой-то, не знаю, его обижают его, да, обижают, то есть очень много стало приезжих, а для приезжих, как я и говорю, это только просто место, где можно, откуда можно какой-то качать рисунок, я это не осуждаю, опять-таки, но просто сам факт, да, это как, как будто бы, не знаю, как сравнить с какой-то вещью, да, свою вещь, ты бережусь, моя вещь, аккуратненько, да, я там аккуратненько я нашел, аккуратненько стираю, да, а к чужому у людей такое обычно более насрательское отношение, и вот этот город производит сейчас впечатление вот такой вот чужой вещи, это не мое, поэтому я тут как бы вот так, вот это я у себя, там, образно говоря, у себя дома, я стараюсь как-то все поддерживать, а тут, нет, тут я просто заработал, и просто я такой вот пользователь, понятно, что кто-то, есть люди, которые с уважением ко всему этому, с интересом, а есть просто такие вот юзеры, пользуют, юзают, юзают этот город, еще обратила внимание на то, что такой интересный момент, я часто достаточно смотрю под ноги, возле разных магазинчиков, каких-то зданий, где вот офисы, видимо, какие-то находятся, возле входов урны, и почему-то, что за странность такая у людей, не бросают в урны окурки, то есть вот стоит урна, и вокруг вот такое плотное кольцо, вокруг каждой урны из окурков, это удивительно, то есть везде, где есть какие-то офисы, какие-то магазинчики, какие-то выходы, откуда-то, везде вот эта урна, вокруг которой просто такое озеро из окурков, достаточно странно, не знаю, почему такая привычка, если вы знаете, если вы живете в Москве, расскажите, откуда это взялось, почему, то есть у нас тоже такое бывает, что кто-то там было все мимо, будет валяться, но просто не в таких количествах, не в таких количествах, да, то есть в таких огромных количествах окурки бывают только в каких-то вот злачных местах, вот знаете, бывает какой-нибудь такой неблагополучный двор, и там лавочка какая-то, возле которой тусуются какие-то наркоманы, там алкаши, неблагополучные люди, и они вот харкают и бросают лечки, там все захарканы и в бычках, и то сейчас, ну как бы не в каждом дворе найдешь такую лавочку, уже все-таки время меняется, люди уже другие, молодежь сейчас другая, которые, это скорее такие вот люди под 40, которые 30-40, они еще вот так делают, молодые уже какие-то совсем другие, сейчас поколение все другое, они так время свое не проводят, иначе проводят свое время, ну вот да, только в каких-то вот таких вот местах, а так, чтобы прямо вот так густо усыпано, это я вижу впервые, почему так, я не знаю, почему не в урну, почему именно вокруг урны набросано, это меня очень удивило, не знаю, что за фишка такая столичная, в общем, в целом, моя поездка прошла хорошо, продуктивно, приятные компании, обо мне очень хорошо позаботились, и прямо это все по высшему, по высшему разряду, я такого даже не мечтала, вот, что со мной так будет нянчиться, спасибо тебе, Юля, огромное, и до скорых встреч, потому что мне предстоит вторая поездка, очень жаль, что вот сейчас такая фигня с записью, нельзя как-то компактно все было сделать в один день, да, очень досадно, честно говоря, я устала, на обратном пути, я устала, и у меня была практически, ну, чуть ли не какая-то внутренняя истерика, мне стало казаться, что я схожу с ума, потому что время в поезде не шло вообще, то есть я закрывала глаза, пыталась как-то задремать, там, закрываю глаза 40 минут, открываю глаза, всего лишь 43, то есть я понимаю, что, боже, мне казалось, ну, хотя бы 15 минут прошло, прошло только 3 минуты, дорога обратно была просто невыносимой, кресла, конечно, очень удобные, даже более удобные, чем в самолете, самолеты тоже разные бывают, я имею ввиду нашего главного перевозчика, вы поняли какого, то есть удобнее, конечно, задница устает, понятно, что на ней сидишь, и она устает, но в самолете у меня уставала шея и верхняя часть спины, а тут нет, шея и верхняя часть спины вообще не устали, ну, задница, да, и ноги, ноги, я не знаю, что случилось с моими ногами, я задремала, я сидела достаточно вальяжно, передо мной никого не было, они вышли где-то в Рязани, в общем, в Рязани где-то, не знаю, где они вышли, передо мной, которые люди сидели, и которые рядом со мной сидели, тоже она вышла, и все, я осталась одна, я разулась, я протянула ноги туда, между креслами, одну на другую, и чуть-чуть так задремала, и они, видимо, у меня там очень сильно затекли, как-то прижались, передавились, и, в общем, у меня левая нога просто адски болит до сих пор, сил не было, Юль спала, она говорила, что просто какая-то спячка у нее безостановочная, не может никак побудиться, у меня тоже самое, просто вот вообще, вообще не было сил, рассчитывали как-то, знаете, потусоваться, приятные эмоции получить, погулять, посмотреть всякие места, но погода была плохая, да, может быть, вот в следующий раз поведет больше, вот так, вот так вот, и так, всем огромное спасибо за внимание, всем спасибо за поддержку, всем, кто желал мне счастливого пути, успехов в моих делах, но главное, вам всем спасибо за вашу люботу, теплоту, и вообще спасибо всем, кто откликнулся, потому что были другие девочки, которые мне тоже предлагали как-то помощь, в общем, помощь с размещением, спасибо всем огромное, люблю, целую, пока-пока, до новых видео, надеюсь, буду снимать что-то хорошее, информативное, полезное, но, как видите, не сейчас, сейчас просто видео-дневник моей жизни, потому что, ну, ничего, сейчас не до каких-то философств, не размышлений, просто обстоятельств подгоняют, и надо все быстрее, 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 в общем, как-то так, ладно, пока-пока.